МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Дневной выпуск информационной программы Республика в студии Татьяна Молокова. Каждый пятый россиянин отмечает улучшение качества услуг ЖКХ. К такому выводу по результатам масштабного опроса пришелся российский центр изучения общественного мнения. Во время своего визита в Чувашию заместитель министра строительства ЖКХ России Андрей Чибис осмотрел дома, которые вошли в программу капитального ремонта, и удостоверился. Статистика не обманывает. Дом номер 24 по проспекту Ленина один из первых попал в программу капремонта. С года постройки прошло 57 лет. Замены требовало все. Система электро, вода и газоснабжения, канализация. Основные работы провели летом. Газовые трубы еще предстоит заменить. Как отремонтировали? Хорошо, очень хорошо, очень довольна. А жить не мешали? Жить? Ну, только вот на период ремонта, но так совершенно не... Ну, нормально, культурно? Хорошо, очень культурно. Пьяных строителей не было? Нет, очень вежливые, очень отзывчивые, так что для нас очень важно это. ЖКХ меняется. Эти слова то и дело мелькают в прессе. Но то, что от чебоксарцев не поступает отрицательных отзывов о качестве проведенных работ, сильно удивило заместителя министра. Поэтому следующие адреса для проверки Андрей Чебис выбирал случайным образом. Пойдемте. Дом по адресу Кирова 6 оказался еще старше. Построен в 1940-м. Деревянная крыша, высокие потолки, просторные квартиры, отсутствие подвалов. Эти особенности повлияли и на характер работ. Чтобы поменять трубы, к примеру, приходилось вскрывать полы прямо в квартирах. Вот она идет, канализация. И вот отсюда, и вот там, чтобы стены не ломать, там вообще ничего не сломано. Все вообще, даже ни капельки щелочки не оторвали. Понимание у соседей, что капитальный ремонт дома необходим, пришло давно. Проблем с неплатежами не возникало. Как отмечают жильцы, с советского периода здесь сохранились не только стены, но и общечеловеческие ценности. У нас, во-первых, маленький дом, и мы вообще живем, понимаете, как своим семейством. Мы все очень дружим в доме. Поэтому у нас собрание, мы собираемся, все обсуждаем. И приходим к одному общему решению. Отношения людей, слова людей, говорят, лучше всяких отчетов, фотографий и видеороликов. То есть ЖКХ меняется, мы видим и изменения отношений, но и люди совершенно по-другому относятся. И капремонт сделан достойно. Сегодня формируется список многоквартирных домов, которые войдут в программу капитального ремонта на 2016 год. Весомым критерием для попадания в этот список станет собираемость взносов. Она должна превышать 80%. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Как улучшить бизнес-климат в Республике и привлечь больше инвесторов? Об этом говорили на еженедельном совещании главы Чуваши Михаила Игнатьева. Обсудили и стратегию освоения уже выделенных бюджетных средств до конца 2015 года. На прошлой неделе в столице Чуваши открылся завод по производству кабелей для немецких автомобилей японской компании «Фуджикура». Объем инвестиций превысил 260 миллионов рублей. Дальнейшая реализация проекта позволит привлечь в Республику еще больше денежных средств. Вслед за «Фуджикурой» в Республику могут прийти другие японские инвесторы. Республиканская казна пополняется не только за счет инвестиционных проектов, но и за счет средств федерального бюджета. В этом году было выделено около 5 миллиардов 400 миллионов рублей капитальных вложений. Это почти 90% годового лимита. Почти все деньги предназначены для реализации федеральных и республиканских целевых программ. Однако освоены средства не в полном объеме. А это грозит возвращением неиспользованной финансовой поддержки. Риск потери федеральных субсидий, на наш взгляд, существует по таким объектам, как реконструкция Московского моста, строительство обеспечивающей инфраструктуры туристко-рекреационного кластера «Этническая Чуваша». В ответственных министерствах признают недостаточно эффективное использование выделенных средств. Но работа в этом направлении уже ведется и к концу года ситуацию обещают исправить. По реконструкции Московского моста на сегодняшний день у нас подрядчик, в принципе, определен. Там есть моменты по ФАСу. Я думаю, что в ноябре месяце там полностью контракт будет подписан. И 182 миллиона, которые будут заполниваны в этом году, мы постараемся освоить. То, что касается строительства Айги, на сегодняшний день у нас получается там подрядчик свор. Из 14-15 миллионов освоение идет порядка 20 миллионов. И там тоже, также мы в этом году максимально сейчас ускоримся. И запланированные средства до этого года мы постараемся максимально все освоить. Глава Чувашия Михаил Игнатьев поручил взять вопросы освоения средств под особый контроль. На совещании обсудили и вопросы финансирования капитального ремонта. Собираемость взносов от жильцов в последнее время возросла, благодаря тому, что люди увидели конкретный результат. Всего республиканской программой запланирован ремонт 272 домов. 264 уже готовы. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика. Продолжается работа над бюджетом 2016. Михаил Игнатьев провел совещание с участием членов правительства и депутатов госсовета, на котором обсудили параметры республиканской казны. В современных экономических условиях строить далеко идущие планы довольно сложно. Проект республиканского бюджета 2016 отличается от предыдущих документов. Он рассчитывается на один год. 28 октября будем рассматривать на заседании кабинета министра Чувашской республики. Процедурно, согласно тех принятых норм действующих законодательств, внесем в Государственный совет. Почему решили собраться? Для того, чтобы обвиняться мнениями, все ли предложения те, которые были на встречах с избирателями, по линии политических партий, по линии фракций, учтены ли в проекте бюджета на следующий 2016 год. Основные параметры республиканской казны на следующий год Минфин рассчитал по консервативному принципу, исходя из прогнозов социально-экономического развития. Доходы на 2016 год предлагаются утвердить в объеме 32 млрд 104 млн рублей, это 89% к уровню 2015 года. В том числе собственные доходы мы прогнозируем на уровне 22 млрд 293 млн рублей, с ростом к оценке 2015 года на 5,1% или на 1 млрд 87 млн рублей. Расходы предлагаются утвердить в объеме 34 млрд 327 млн рублей, 86% к уровню текущего года. Снижение доходов и расходов бюджета к текущему году обусловлено тем, что не в полной мере учтены расходы, то есть средства федерального бюджета, которые в течение исполнения федерального бюджета распределяются отдельными решениями правительства Российской Федерации. В последующем мы будем уточнять свой бюджет. Особый интерес у депутатов госсовета вызвали планируемые расходы на социальную политику. 66% ответила Светлана Янилина. В 2016 будет продолжено строительство хирургического корпуса онкодиспансера, предусмотрено 50 млн рублей на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В трех пилотных районах будут построены центры досуга. На данное направление из-за республиканского бюджета выделяется порядка 10,5 млн рублей. 15 замещающих семей из 85 регионов нашей страны приняли участие во Всероссийском конкурсе художественного творчества Ассамблея замещающих семей. Чувашию на конкурсе представляли цивиляне, семья Львовых. С какими результатами они вернулись из Москвы, узнали наши корреспонденты. В этой семье вопрос участвовать в конкурсе или нет не обсуждался, конечно, да. Хотя пройти жесткий отбор и занять призовое место было сложно. Как оказалось, их ячейка общества на конкурсе была самой маленькой. Но это не помешало занять второе место. Мальчики Миша и Яша вместе с главой семейства отлично справились со спортивным этапом конкурса. А мама с дочками Юли и Аней взяли на себя творческий номер. Без сомнения, судьи покорили двойняшки Маша и Даша. Кто из вас Маша, кто из вас Даша? Я Даша. А я Маша. Маша, Даша, вы любите петь? Да. А танцевать? Да. А еще что любите делать? Рисовать любишь? Кушать? Это они больше всего любят. Всего в команде Львовых шесть детей. Александр и Татьяна, как только поженились, решили, что обязательно возьмут ребеночка из детского дома. В результате получилось трое кровных, трое приемных. Но так мама и папа называют детей только в официальной обстановке. В повседневной жизни все шестеро родные. Нужно очень любить, нужно быть готовым изменить всю свою жизнь, все перевернуть с ног на голову. И с появлением еще одного ребенка, даже когда родного, родной появляется, в семье и то все переворачивается. А когда приводишь ребеночка, который уже много пережил в своей жизни, и его, скажем так, судьба была не очень счастливой, то еще сложнее. Со всеми сложностями Львовы справляются вместе. Когда большую семью не приглашают в гости, устраивают домашние спектакли. Когда в школе ставят двойки, дружно делают уроки. А когда ходят в магазин, все несут по пакету с продуктами. Впереди у них большие планы, которые можно воплотить только объединившись. Закончить стройку и принять уже в новый большой дом еще одного обездоленного ребенка из детского дома. Екатерина Куприна, Расиль Мухаммедов, Республика. Ледовый дворец Чебоксара-Арена на два дня превратился в арену бескомпромиссной борьбы. На домашнем льду «Сокол» принимал соседей по турнирной таблице «Саратовский Кристалл-Юниор». Об итогах двух игр в нашем следующем сюжете. Более тысячи поклонников хоккея собрались на трибунах Ледового дворца Чебоксара-Арена, чтобы поддержать новочебоксарский «Сокол». Интригу команда соперники держали до последнего. Однако в игре первого дня с преимуществом в одно очко победу одержали саратовские гости со счетом 4-3. Жалко, что проиграли. Такая хорошая атмосфера, надо ее поддерживать и наоборот приумножать. А получилось так, что взяли и проиграли. Во второй день болельщиков «Сокола» не убавилось. Причем весомая часть зрителей – это юные любители спорта. Мы просто очень хотели посмотреть хоккей. Мы видели на остановках разные баннеры. И мы хотели очень посмотреть. Мне кажется, что хоккей еще будет на Чебоксаре-арене. И то, что вообще хоккей и спорт хороший. Мы хотели, чтобы «Сокол» выиграл за счетом 6-1. Папа нас пригласил, потому что «Сокол» – Чебоксарская команда. А мы родились в Чебоксарах. Да, мы родились в Чебоксарах. И мы хотим, чтобы «Сокол» выиграл. Первый период второго матча уже по традиции окончился без забитых шайб. Зато второй «Сокол» завершил в свою пользу 3-2. Правда, в третьей 20-ти минутке «Кристалл Юниор» сравнял счет на табло 4-4. И после серии буллитов победу празднуют подопечные Владимира Синицына команда «Сокол». Следующие игры для новочебоксарцев пройдут в Саранске против хоккейного клуба «Мордовия». С этой же командой «Сокол» встретится на Чебоксарском льду 6 и 7 ноября. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Параллельная парковка, заезд в гараж. В этих и других маневрах, которые обычно приносят начинающим водителям, столько головной боли предложили накануне посоревноваться автолюбителям. Автомногоборье «Чебоксарский водитель-2015» прошло на парковке у ледового дворца «Чебоксара-арена». Поучаствовать могли все желающие, даже те, кто пока еще учится в автошколе. Участники прошли тех и медосмотр. Первым испытанием стала погода. Слякоти, мокрый снег. Тех, кто этого обстоятельства не испугался, ждали так называемые ворота, змейка, заезд в гараж задним и передним ходом, сложные фигуры, параллельная парковка. Победители определяли в нескольких группах – мужской, женской и юниорской. В ней соревновались те, у кого пока еще нет прав. Самым виртуозом среди мужчин оказался водитель ВАЗ-2101. Мои поздравления желтой копейки. Браво, браво! Без гидроусилителя руля обойти всех – это заслуживает уважения. Целью нашего мероприятия являлась именно популяризация автомобильного спорта, то есть повышение спортивного мастерства наших водителей, на дорогах общего пользования, потому что фигурное вождение. Это, в принципе, дорожное движение. Ну, а по результатам, на сегодняшний день у нас было 22 участника. В таком формате соревнования проходят во второй раз. Это все новости. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы «Республика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова